Доброе утро! Наверняка многие из нас слышали термин «газлайтинг», но далеко не все четко понимают его значение. А ведь психологи говорят, что любой из нас может столкнуться с газлайтингом, даже этого не поняв. Как научиться распознавать газлайтинг и противостоять ему, сегодня обсудим с психологами Екатериной Пантелеевой. Екатерина, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Екатерина! Что же такое газлайтинг? Газлайтинг — это психологическое давление со стороны другого человека, обесценивание чувств и эмоций человека. Может быть, на конкретике сейчас разберемся, чтобы было более понятно. Ну, например, смоделируем ситуацию. Есть муж и жена, усман, или брат и сестра. Давайте брат и сестра лучше. Если они между собой общаются, и, например, кто-то, брат или сестра, начинают подавлять чувства другого, говорят, что ты не прав, ты не уверен в том, что ты говоришь, то есть разворачивать совсем в другую сторону, вот это и будет газлайтинг. Обесценивать все время. Брат тебе говорит, ты ущемляешь мое пространство, раскидываешь свои расчески, а сестра ему говорит, тебе кажется, это твои расчески. Да. Ну, как бы в таком формате. Обманывают, получается, друг другу? Ну, оно не обманывает. Газлайтинг завязан именно на том, что подавляются чувства и эмоции человека. То человек будет не уверен в том, что он делает. И как не поддаваться вот на этот газлайтинг? Как его вовремя распознать, что с тобой вот именно это происходит? Не обесценивать свои чувства и эмоции, стараться больше быть уверенным в себе. Если вдруг такие ситуации появляются, то рассудительно к ним относиться, постараться найти кого-то со стороны, кто посмотрит с другой стороны на эту ситуацию, скажет, что нет, ты прав, как бы быть уверен в том, что ты делаешь. То есть, наверное, все дело в уверенности, да? Когда человек уверен в своих чувствах, и он позволяет себе чувствовать именно то, что он чувствует, тогда все складывается как надо. Главное, Таник, мне кажется, помнить о том, что важно уметь распознавать свои собственные эмоции. То есть, когда мы понимаем, что мы ощущаем либо злость, либо грусть, и не можем это как-то идентифицировать, нас легко убедить в том, что мы, например, это не чувствуем, а чувствуем совершенно другое. Правильно мыслим? Да, да, правильно. Так, хорошо, теперь топ-3, так сказать, признака, по которым можно распознать газлайтера. Если в любой ситуации начинается обесценивание чувства и эмоций, это раз. Если какая бы ситуация ни была в разговоре, человека обвиняют в чем-то, что он неправ. И если, например, есть активное слушание, да, то вот человека перебивают и говорят, нет, ты неправ, и как бы каждый раз его склоняют на то, что вот ты всегда неправ, и сегодня тем более. И за счет этого и получают. Звучит страшно. Прямо как в школе, правда? И не только, руководство так часто делает. А как становятся вот теми самыми газлайтерами? Они становятся от того, что не уверены в своих чувствах, эмоциях, они свои подавляют и за счет других получают удовольствие, удовлетворение. Получается, это цепная реакция газлайтинга, ну, круговорот газлайтинга в природе вообще. Ну, это форма университета. То есть, по сути, когда встречаются два неуверенных человека, они начинают друг друг газлайтить. А от этого еще появляется новое ответвление какого-то эмоционального воздействия на партнера. Как это ужасно. Да, но на самом деле газлайтинг – это что-то, что вызывает в тебе агрессию. Ты начинаешь еще в себе сомневаться в том, что действительно ли ты, во-первых, считаешь, что человек поступает неправильно по отношению к тебе, а во-вторых, ты еще себя начинаешь считать агрессивным, что ты неправильно реагируешь на то, как он тебе отвечает, что ты неправ. То есть человек виноват, а говорит, что ты виноват. Получается так. И ты излишишься от того, что ты излишишься. Каждый же человек может признать, что он сам виноват в чем-то или неправ. Может, не виноват, давайте, неправ в чем-то. Неправ в чем-то. В какой-то ситуации, неправ в каком-то слове, в каком-то действии. Не каждый готов принять. Это форма манипуляции. Все люди манипулируют. Все. Ну, хорошо. Позитивное утро у нас сегодня. Это отлично. Ну, тогда вот такой вопрос. Если чувствуешь, что на тебя оказывается вот это давление газлайсингом, и ты боишься, что ты станешь таким же, как вот предотвратить это у себя? Профилактику какую-нибудь просто проводить? Вспомните, что есть мои чувства и эмоции. То есть обратить на себя, записывать их. Вот что я чувствую в тот момент. Быть активным слушателем. То есть какая бы ситуация ни была, послушать. Ни в коем случае не вступать в полемику, в диалог. Как бы выйти спокойно с разговора. Стараться найти кого-то, кто бы со стороны так же сказал, что ну вот да, все хорошо. Как бы ты не вступаешь в прения, которые тебе не нужны. Как бы ты не газлайтишь. Вот. Как бы это таки общее. Не подключаться скорее. Да. Быть выше этого всего. Нет. Ну тут уже тогда мы будем говорить про нарциссизм в следующем выпуске. А вот нарциссизм, он, кстати, очень близко с газлайтингом, потому что там человек хочет быть постоянно правым в нарциссической личности и уверенным в том, что он делает, и чтобы все власти было к нему. Как вы интересно рассказываете. И самое главное спасибо, что вы рассказываете, потому что сейчас мы, понимаете, вот эту информацию слышим и можем применять в жизни, понимаете, и не допускать вот таких ситуаций. Ну и в следующем выпуске, я так понимаю, мы поговорим уже о нарциссизме, потому что, я так понимаю, они рука об руку с газлайтингом идут. Ну а мы напомним, что сегодня вопросы психологического воздействия на своего партнера в форме газлайтинга мы обсуждали с психологом Екатериной Пантелеевой. Екатерина, хорошего и позитивного вам дня. Спасибо, и вам хорошего дня.